Здравствуйте, уважаемые зрители канала День ТВ. В сегодняшней передаче я предлагаю обсудить следующую проблему. Проблему массовой миграции в Россию. Проблему миграционной политики. И сразу оговорю, что будет как бы два основных тезиса. Которые будут обосновываться в этой программе. Первое. Что главными выгодополучателями от проводимой последние десятилетия миграционной политики России. Являются внутренние и внешние враги России. Что в основе миграционной политики лежит ненависть к русскому народу. Или иначе говоря русофобия. И только русофобия. И ничего больше. Все остальное это не более чем прикрытие. Оттолкнуться я предлагаю от двух недавних, не столь уж давних событий. Первое. Это заявление, которое опубликовала служба внешней разведки. Ссылаясь на своего директора Сергея Нарышкина. То есть это не прямое его заявление. А вот служба внешней разведки опубликовала позицию своего директора. И что же там говорится? А говорится там о том, что Запад в гибридной войне против России делает ставку на дестабилизацию внутренней ситуации в России, на организацию внутреннего переворота. Цитата. Задача ставится конкретно. Внедрять в сознание граждан России идею о необходимости силовой борьбы с властью вплоть до вооруженного мятежа. С целью вовлечь население в протестные акции предлагается активнее тиражировать измышления о слабости российского государства, его неспособности защитить свои территории, неизбежность поражения в противостоянии с Западом. «Особое внимание должно уделяться оказанию радикализирующего воздействия на молодежь и подростков, которых необходимо убедить в том, что только свержение действующей власти способно гарантировать стране светлое будущее». Конец цитаты. Это прозвучало и было опубликовано совсем недавно. И точно так же совсем недавно в Москве состоялось шествие, в основном состоящее из незаконных мигрантов. После пятничного намаза они прошли от Татарской улицы до метро Третьяковска, выкрикивая «Аллаху Акбар!» и так далее. Плюс к этому совсем, опять-таки, недавно произошли те события, которые многие из наших зрителей знают. Это обращение жителей Котельников к президенту с просьбой защитить их, от мигрантского беспредела, и одновременно обращение мусульманской общины Котельников с просьбой защитить их уже от беспредела коренного населения и правоохранительных органов. А также сразу после рейда правоохранительных органов в незаконную, так скажем, незарегистрированный молельный дом в Котельниках, в котором одновременно там, если мне не изменяет память, находилось где-то по разным оценкам от 130 до 150 человек намаз там был. Так вот, из этих 130-150 человек, 100 человек оказались нелегальными мигрантами. Ни много, ни мало. Процент такое соотношение. И, соответственно, заявление уже руководителей Чечни и руководителей Дагестана о том, что подобные действия правоохранительных органов недопустимы, что они разжигают межрелигиозную ненависть в стране. Вот, как бы, такие события. Сразу после марша мигрантов под этими религиозными лозунгами, надо признать, что их было, к счастью, совсем немного, раскачать много не удалось. И сейчас, кстати, уже известно, что организации этого марша занимались из-за рубежа, и в основном это делало... Деятельность была ЦПСО, то есть как раз то, о чём говорилось в заявлении службы внешней разведки. И, кстати, нужно отдать должное, как хорошо сработали наши правоохранители, хотя на них кое-кто попытался вылить ушатой грязи, куда они смотрели, почему допустили и так далее. Они совершенно правильно не стали устраивать Месилова. Но зато на следующие дни прошли сообщения об арестах организаторов и зачинщиков этого мероприятия. Сразу после всех этих событий много появилось опять-таки сообщений и рассуждений о том, что вот эта незаконная миграция, она создаёт базу для удара изнутри с помощью вот таких отрядов, хорошо физически накаченных мигрантов, которые выйдут на улицы и устроят беспорядки. Да, такое, конечно, возможно. Но главное, по-моему, во всех этих событиях несколько иное. И опять-таки отталкиваясь от заявления службы внешней разведки. Главное не то, что кто-то на Западе с помощью ЦИПСО или других структур сможет и своих агентов здесь в России сможет использовать диаспоры для того, чтобы вывести их боевиков на улицы. Такой вариант возможен. Но самая главная опасность заключается в другом. В том, что подавляющее большинство собственно российского населения при таких действиях может воспринять власть как неспособную обеспечить безопасность страны и сказать «Огори всё ясным пламя, а нам такая власть не нужна». И это именно то, что нужно Западу, как говорит та же самая служба внешней разведки. Да, конечно, можно сказать о том, что подобные столкновения, а сейчас включаешь телевидение даже, особенно входишь в социальные сети, там постоянно везде и всюду идут сообщения о столкновениях с мигрантами, там дети мигрантов, парня, с парня скальп сняли, тут мигрант проломил ветерану, приехавшему из зоны СВО голову, там ещё что-то изнасиловали и так далее. Вот такие сообщения сейчас по всему интернету, по всем социальным сетям распространяются и нагнетаются очень основательно. Можно, конечно, объяснить это всё тем, что неправильно ведётся миграционная политика. Не тех завезли, мигранты какие-то нехорошие, вот они все такие злобные, агрессивные, норовят как-нибудь навредить коренному населению России, низкая квалификация у них, ну, народ дикий, ну, что с них возьмёшь? А это означает, что миграционные службы не досмотрели, надо принимать только высококвалифицированных, образованных, владеющих русским языком, программы адаптации и прочее, прочее, прочее. Об этом, опять-таки, говорится и пишется много. Но, к сожалению, нужно сказать и о другом, что вот то, что сейчас начало происходить и раскручиваться на почве миграционной политики, это не случайность и ни чья-то недоработка, что ни тех мигрантов завезли, ни те критерии отбора поставили, привезли бы других, было бы иначе. Это неизбежное следствие любой массовой миграции. И это не пустое утверждение. Все эти процессы давным-давно исследованы, изучены. Лев Николаевич Гумилёв является автором теории этнических контактов, в которых всё это разложено по полочкам. Миграция, перемешивание населения было, есть и будет. Это не плохо, не хорошо, это реальность. Во все времена она была. Другой вопрос – как она проводится и к каким последствиям может приводить. И вот Гумилёв как раз очень чётко, ясно показал, ещё много десятилетий назад, что перемешивание на одной территории людей, принадлежащих к разным суперэтническим общностям, суперэтносы – это, так скажем, этнические галактики, то, что создаёт различные цивилизации, всегда и неизбежно приводит к этническому контакту в виде химеры. Гумилёв так этот контакт и назвал – химерный контакт. Контакт, который ведёт к дестабилизации ситуации в стране. Контакт, который неизбежно, независимо от воли тех или иных людей, идёт во вред как коренному населению, так и прибывшему населению. От этого страдают все вовлечённые в контакт этносы. И, как показывает Гумилёв, такое в истории не раз приводило к гибели этих этносов и государства, в котором этот этнический контакт по линии химеры происходил. И причины здесь, опять-таки, совершенно природны, не связаны с достоинствами и недостатками людей. Вот это очень важно, потому что у нас сейчас очень хитро ведётся такая подмена. У нас огромный вал идёт ура патриотических, ура националистических русских заявлений, которые направлены против мигрантов. Не против миграционной политики, а против мигрантов, какие они злобные и ужасные. Так вот, Лев Николаевич ясно и чётко показал, что при таком контакте, даже если и с той, и с другой стороны будут сплошь благороднейшие люди, самые что ни на есть высокообразованные, чуть ли не в ангельском звании контакт будет идти именно по линии химеры. То есть нагнетание, межнациональная напряжённость, которая легко провоцирует кровавые конфликты. Почему-то очень просто. Прибывает значительная часть иноэтничного населения на ту или иную территорию, принадлежащего к другой цивилизационной общности, к другому суперэтносу. Если их мало, то они, естественно, пытаются подстроиться под принимающую сторону. Это всегда было то, что есть и будет. Но если их много, если перейдён какой-то невидимый количественный барьер, то у них появляется естественное желание подтесать окружающую среду под себя. Потому что вот когда у нас говорят, они же должны адаптироваться, они должны ассимилироваться. Извините, господа и товарищи, и граждане, которые эти говорят, вы к чему призываете? Вы призываете к этноциду, к тому, чтобы эти люди перестали быть таджиками, киргизами, узбеками, азербайджанцами и так далее. Кто-то скажет, а тогда пусть не приезжают. А они что, сюда приезжают от того, что им делать нечего? Наверное, всё же такие условия созданы, при которых они сюда приезжают. Так вот, эти люди неизбежно будут пытаться эту окружающую среду под себя подогнать. И как только у них такая возможность появится, они будут навязывать свой устав в чужом монастыре. Объяснить им, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят, невозможно. Они считают свои ценности правильными, единственно правильными. И это опять-таки естественно. И ценности, и стереотипы поведения, менталитета, базовые ценности принимающего народа, они считают неправильными, которые нужно изменить. Это тоже естественно. И в результате получается, что коренное население недовольно приехавшими мигрантами, которые ведут себя неправильно, не так, как должно. А мигранты недовольны коренным населением, которые не понимают истинных ценностей, не дают им самореализоваться, не дают им быть самими собой. И те, и другие недовольны этой ситуацией. И там уже дальше решает только сила. У кого ее больше, тот и оказывается прав. И всегда есть внешняя сила, которая готова поднести спичку и бросить ее в это недовольство. Но ситуации, при которой массовая миграция представителей других суперэтносов, не влечет за собой, межнациональной напряженности не бывает. Вот это научно-медицинский, что называется, факт. И это можно кто-то сказать, что это теория Гумилева. Мало ли что там Гумилев написал, слушать каждого теоретика. А теперь возьмем практику. Кто-нибудь хоть где-нибудь, хоть раз, видел, чтобы массовая миграция не привела к тому, о чем писал Гумилев. Хоть где-нибудь, хоть один пример. Вот как раз в этой студии мне пришло, хотелось сделать буквально месяца полтора назад передачу о миграционной политике Евросоюза после или в период как раз погрома во Франции. Там что это, случайность? Опять неправильно адаптировали приезжающих? Нет, это произошло то, что должно было произойти. Повторяю, так происходит везде, на каждой территории, где перемешивают представителей различных суперэтносов. Иногда начинают говорить, а вот, посмотрите, Соединенные Штаты, это нация, созданная мигрантами, государство, созданное мигрантами, там все мигранты. Другие как раз говорят, ну, это исключение, потому что это государство такое специфическое, там все мигранты, ну, кроме загнанных в резервации коренных индейцев. А теперь давайте-ка чуть-чуть отмотаем. Во-первых, это как раз тот самый случай, когда на территорию прибыли представители другого суперэтноса. И они не стали подстраиваться под коренное население. Они не стали руководствоваться, как и везде и всюду, кстати. Все остальные случаи. Принципом, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Они стали себя ломать. Они стали эту территорию осваивать так, как им казалось единственно нужным, правильным, как отвечало их мировосприятию, их системе ценностей. Что стало с коренным населением, мы хорошо знаем. Остались рожки-доножки в резервациях. Теперь берем дальше. Собственно, вот эти мигранты, приехавшие. Ну, вот, они же мигранты, и смотрите, все уживаются, все хорошо. А разве кто-то забыл, что там есть такое понятие, как ВАСПы? Белые англосаксы протестанты. Так вот, это же были мигранты, может быть, из разных стран Европы. Но они все принадлежали к романо-германскому суперэтносу, породившему западную цивилизацию. Они, да, из разных этносов, но из одного суперэтноса. И то, между прочим, в тех же Соединенных Штатах очень серьезные межнациональные трения были между мигрантами, вот как раз англосаксонскими, белыми, и теми же мигрантами-итальянцами. Но это такое было... Были трения все же не антагонистические, что называется. Все же они близко родственные. А что сейчас мы наблюдаем в Соединенных Штатах? Там разве миграционная проблема сейчас не является одной из причин обострения внутренней ситуации? Еще как является, я имею в виду, миграцию из Мексики, латиноамериканцев. Трамп чуть ли не всю свою прошлую кампанию президентскую построил на защите Соединенных Штатов от мигрантов. То есть, когда, как только пошла речь о миграции, массовой миграции иной суперэтнической общности, так сразу же пошли те же самые проблемы, которые наблюдаются в Евросоюзе, уже во всей красе, что называется, в кавычках, и которые сейчас дают сполохи в Российской Федерации. А негритянское население, так называемые афроамериканцы. Там что? Не поднеси спичку, рванет? БЛМ мы забыли? Да, это все было организовано Демократической партией и так далее. И когда нужно было, затем прикрутили. Но как только понадобилось, поднесли спичку. Как рвануло-то? То есть, сколько горючего материала в тех же Соединенных Штатах порождено вот этой же миграционной политикой? И у нас она почему-то должна привести к иным? Гумилёв не прав, хотя все факты современной истории подтверждают просто прямо ложаться на его описание этнических контактов по линии Химеры. Я уже не говорю о его описании прошлых, в истории. Примеров, как целое государство гибли. Как тот же арабский халифат. Одна из причин. Это химеризация арабского халифата. Очень рекомендую. Почитайте, как это происходило. Это Лев Николаевич все хорошо описывает. Хотим мы себе такой судьбы? Думаю, что нет. А однако завозим, завозим и завозим. Вот в январе-марте только этого года в Российскую Федерацию прибыли и встали на учёт 3 миллиона 46 тысяч иностранных рабочих. Это легальная миграция 3 миллиона. Я так полагаю, что не мешало бы ввести ещё и коэффициент, сколько на эти 3 миллиона приходится нелегальных мигрантов. И плюс сколько их было до того, как они приехали. И сколько приедет ещё, уже приехало, ещё приедет до конца года. И это вот как раз всё тот же инструмент создания этнической химеры в России. Да, нам постоянно говорят, что у миграции, конечно же, есть поборники этой миграционной политики. Все последние десятилетия, когда они считали нужным снизойти до объяснения всему этому электорату, так называемому, своих действий, говорили, что, ну, конечно, у миграционной политики есть недостатки, но куда же от неё денешься? Без неё никак нельзя. Экономика должна развиваться. Без мигрантов не может быть никакого развития экономики. Вот такая учёная дама от миграции, обоснование этих всех миграций, госпожа Жанна Занчковская, директор Центра по науке Центра миграционных исследований. Так вот, она, например, утверждала, что России нужно минимум 25 миллионов приезжих. А зачем? А необходимы они прежде всего для того, чтобы росла экономика, чтобы мы сохранили свой уровень жизни и по возможности его повысили, а не стали беднее. Вот так. Оказывается, да, недостатки есть, да, все эти межнациональные трения есть. Но хотите жить хорошо, хотите, чтобы у вас сохранялся жизненный уровень, хотите, чтобы он рос, принимайте мигрантов. Работать некому. Рабочих рук нет. И вот эту сказочку про белого бычка, про то, что у нас в стране нет рабочих рук, что без мигрантов экономика встанет, а тем более не сможет развиваться, мы слышим уже с 90-х годов. И я думаю, что как-то это настолько уже вбили в голову, что мало кто в этом сомневается. Включаешь телевизор, сидят достаточно высокопоставленные чиновники и говорят, что вот нет рабочих рук, надо бы завести и прочее, прочее, прочее. А теперь берем сухую цифирь, статистику. Из этой статистики мы узнаем очень интересные вещи. Например, что в 1959 году на территории РСФСР, территория примерно совпадает с РФ, но только единственная, конечно, теперь Донецкая, Луганская, Запорожская, Херсонская области добавились, Крым. То есть, чуть больше стала территория. Но, в принципе, это можно как бы сейчас отбросить, не учитывать. Так вот, в 1959 году у нас в стране было, ну, я имею в виду в РСФСР, не в СССР в целом, а в РСФСР, 68 миллионов 610 человек трудоспособного возраста. В 1970 году у нас было в РСФСР 72 миллиона 750 тысяч человек трудоспособного возраста. А теперь давайте-ка мы поинтересуемся, что у нас ныне. А у нас, например, в 2020 году было 82 миллиона 680 тысяч людей трудоспособного возраста. Неплохо? То есть, ровно, ну, почти ровно на 10 миллионов больше трудоспособных людей, чем было в 1970 году. И более, чем на 10 миллионов больше, чем было в 1959 году. А теперь давайте вспомним, что именно в 50-е и 60-е годы, в это два десятилетия, Советский Союз, а в основном-то основой основ Советского Союза была именно РСФСР, Советский Союз сделал колоссальный экономический рывок, создал мощнейшую, наемкую промышленность и превратился не просто в сверхдержаву, а во вторую экономику мира. Именно в это время, в эти два десятилетия наши у кого-то отцы, у кого-то деды, у кого-то прадеды восстановили разрушенную страну после Великой Отечественной войны, когда в руинах лежала, создали новую экономику, экономику, которая примерно была равна экономике Соединенных Штатов Америки. Меньше, но однопорядковое, что называется. Какие колоссальные стройки тогда были. Освоение Сибири, освоение всех этих нефтегазовых месторождений, строительство заводов, фабрик. И всё это в одном случае на 10 миллионов меньше рабочих рук, в другом случае примерно на 12 миллионов меньше рабочих рук. Да, кто-то там сейчас тоже это любит говорить. Но вот сейчас меняется темографическая ситуация в стране, поэтому очень много людей пожилого возраста, на одного рабочего, работающего приходится всё больше и больше нахлебников, вот так именно пенсионеров и обзывают нахлебниками. Так, опять-таки берём цифирь, и вдруг выясняется, что опять лгут. В тот же 70-м году процент трудоспособного населения в РСФСР был 55,99. Так? Так. В 20-м году процент трудоспособного населения к общему населению Российской Федерации 56,34. Сейчас чуть-чуть больше процент трудоспособного населения количества так называемых нахлебников, нежели это было в 70-м году. Неплохо? А если к этому прибавить, что с 70-го года, а тем более с 50-х годов, с 60-х годов, как утверждают, да и мы сами все хорошо понимаем, что появилось огромное количество машин, автоматики всякой там, то количество рабочих рук должно быть, чисто физически работающих, должно бы уменьшаться. Или наоборот, при том же количестве и даже больше. И плюс механизация, автоматизация рабочих процессов – это численность должна… населения трудоспособного должна производить столько всего, а нам все кричат, рабочих рук нет. А, кстати, а где у нас там такие предприятия создаются? Где у нас стройки великие капитализма? Тогда были великие стройки коммунизма? Мы их все знаем. Что тогда созидалось? И сколько рабочих рук? Перекрытие всех этих сибирских рек, строительство уникальных гидроэлектростанций? Ау, кто-нибудь что-нибудь подобное в эти десятилетия в нашей экономике видел? Да, какие-то предприятия строились и до сих пор строятся. Сейчас в связи с СССР военно-промышленный комплекс стал работать на три смены. Так где же она, эта самая нехватка рабочей силы? Выходит, что все эти утверждения – абсолютная ложь. Да, еще есть. А русские не хотят работать. Может быть, русских тут, ну, я имею в виду и татары, башкиры, и якутов, и марийцев и так далее. И много трудоспособных. Но вот работать не желают. Бездельники. Поэтому и приходится завозить. Допустим. Допустим. И мы действительно знаем, что сейчас в какой торговый центр не зайди, сколько здоровенных, крепких мужиков стоят, баклуши бьют, работая охранниками, вместо того, чтобы что-то созидать. Но только к ним ли должны быть претензии? А кто все эти десятилетия доказывал и убеждал с молодых ногтей людей о том, что работать – это фи? Только дураки работают. Нужно сидеть на диване, что-то там в компьютере пощелкать, и у тебя миллионы. Кто вот это потребительство навязывал? Разве оно само пришло? Кто свел к нулю авторитет рабочих профессий? Это тоже само собой произошло? Или это была целенаправленная политика? Направленная на то, чтобы люди понимали, пошел ты работать слесарем, пошел ты работать комбайнером, значит, ты неудачник, значит, ты лох. Разве не на это была направлена пропаганда? Так что, извините, это опять-таки не к народу претензии. Может быть, сначала что-то в консерватории поменять. Да, есть еще один тоже очень распространенный довод, почему миграция абсолютно, вот эта массовая миграция нам необходима. Вымираем. Вот здесь, казалось бы, не поспоришь. Все верно. В 90-е годы даже было такое понятие «русский крест». Смертность вверх, рождаемость вниз, и получался вот тот самый «русский крест». В последние пару лет опять возникла опасность возвращения этого «русского креста». Это факт, от которого никуда не уйдешь. Но только скажите, пожалуйста, а какое отношение вымирания русского народа и многих других коренных народов России имеет к миграционной политике? Что кто-то действительно считает, что решить проблемы демографии, численности населения, а они, кстати, сказать, не критические, как я уже говорил. Во всяком случае, пока, на ближайшие годы они не критические. Так вот, можно завозом массовым мигрантов миллионов и миллионов. Прилагалось 25 миллионов. Один большой специалист договорился до понятия «мигрантоемкость» России и определил ее, ни много ни мало, аж в 200 миллионов. Мигрантоемкость. Думайтесь. А что? Россия – это неважно кто. Лишь бы вывеска была. Президент Путин как-то сказал, что «а нужен ли нам мир, в котором нет России?» А извините, задам не менее такой вопрос в куче. А нужна ли русским, татарам, башкирам Россия, в которых не будет русских, татар, башкир и так далее по списку? Вопрос, я думаю, для большинства. Ответ очевидный. А здесь главное завести. И, кстати сказать, опять-таки, падение рождаемости, она что, эту проблему действительно решает завоз мигрантов? Вот не так давно на Валдайском форуме, посвященном «Россия-Африка» прозвучало, что надо в массовом порядке теперь завозить африканцев в Россию. Опять-таки, для решения нехватки, проблемы нехватки рабочих рук и решения демографической проблемы. Там, видите ли, скоро будет 2,5 миллиарда человек в Африке, избыток. Поэтому это для нас шанс, вот как прозвучало, шанс завести сюда миллионы и миллионы африканцев. А что, других способов решения этой проблемы нет? Да, нас пытаются убедить, что других способов нет. Придумали и везде и всюду продвигают эту теорию демографического перехода, что все развитые страны вымирают, и от этого никуда не денешься. Соответственно, и Россия, как развитая страна, неизбежно встала на путь, когда каждое следующее поколение меньше предыдущего, и вымирание – это неизбежный процесс, от которого никуда не уйдёшь. И в это можно было бы даже поверить, так убеждительно говорят, приводят факты, вот смотрите, что в России происходит, смотрите, что во Франции, что в Германии и так далее, и так далее. Всё было бы отлично, если бы не одно «но», и очень большое «но», не знать которое про это «но». Вот все эти поборники демографического перехода не могут. А этим «но», таким маленьким, но очень серьёзным, является государство Израиль. Кто-нибудь может сказать, что государство Израиль – это недоразвитая страна, что она не цивилизованная страна? Я думаю, что язык не повернётся. Ни у кого из тех, кто проповедует все эти демографические переходы, что вымирание неизбежно, и, соответственно, только страна сохранится, если заменить в нём этнический состав, завести сюда африканцев, азиатов, кого угодно. А вот теперь берём опять-таки Цефирь. Израиль – цивилизованная страна, очень цивилизованная страна. И в этой стране наблюдается постоянный рост численности населения. И этот рост численности населения обеспечивается вовсе не эмиграцией. Есть цифры. Опять-таки цифры. В 2017 году 83% прироста населения обеспечивалось превышением рождаемости над смертностью. И только 17% роста населения – это миграция евреев из других стран в Израиль. Причём этот рост обеспечивается именно приростом в еврейских семьях. Если кто-то думает, что это вот там есть арабы, у них огромная рождаемость, в каждой семье туча детей, вот отсюда, мол, и прирост населения в Израиле. Нет, ничего подобного. Это именно прирост в еврейских семьях. И что ещё интересно? Ведь в Израиле наблюдалась та же самая тенденция, что в современной Европе, что в современной России. Снижение рождаемости. И очень резкое снижение рождаемости. Падение. И тоже тогда поднимался вопрос о вымирании еврейского населения в Израиле. Но что дальше произошло? И если в 90-х годах на одного, то есть на одну женщину приходилось 2,62 ребёнка, извините, такая 62 целых ребёнка, ну, статистика и статистика, то сейчас, в том же 17-м году, 3,11, то есть более трёх детей на одну еврейскую женщину, а было 2, примерно с половиной ребёнка на одну еврейскую женщину. Власть предприняла колоссальные усилия, были приняты соответствующие программы. Сейчас нет смысла их здесь всё рассказывать. Это мы делали передачу с Юрием Васильевичем Крупновым об этом. Если кто-то интересуется, найдите на День ТВ, всё это есть. И они переломили эту ситуацию. Почему? Да потому что элита Израиля настроена на то, чтобы сохранить еврейский характер государства Израиля. И они не стесняются говорить, что государство Израиль – это еврейское государство. И они открыто говорят, что им не нужен Израиль, в котором не будет евреев. Или в котором евреи будут меньшинством. Естественно, угнетаемым. Они открыто заявляют, что мы сделали должны всё, чтобы сохранить еврейский характер еврейского государства. А для этого мы должны обеспечить численное преобладание еврейского населения. В результате они этого добились. Правящие круги Франции, видимо, не считают, что им нужно обеспечить французский характер. Франция, Германия точно так же. Во всяком случае, про такое я что-то не слышал. Поэтому заявлять, что есть какой-то переход, который нельзя никак обойти, и это закон природы, и здесь ничего не сделаешь, либо все вымрут, и государство останется пустым, и его завоюют соседи, либо коренное население заменится другим, и тогда государство продолжит своё существование, и будет всё прекрасно, хорошо. Вывеска будет та же самая, только русских татар, башкир, марийцев здесь днём с огнём не найдёшь. Но будут таблички, что здесь когда-то такие проживали. Вот что такое демографический этот самый переход. Так что извините. И этот довод о том, что нам деваться некуда из-за демографической ситуации, это ложь. Сознательная ложь. А почему же это всё происходит? Не знать всего этого они не могут, всё это знают хорошо. Но такую политику правую. И вот тут нам подсовывают ещё одну обманку. Нам начинают рассказывать о том, что... Ну, это... Вы же поймите капитализм. Что с капиталистов взять? Денежные мешки. Им мигранты выгодны. Они на положении полурабов. Им меньше платят. Соответственно, вот они их и завозят. Сами виноваты. От социализма отказались. В капитализм перешли. А при капитализме иного и быть не может. Правда, я, насколько слышал, в Израиле тоже капитализм. Но что-то ничего подобного не наблюдается. И, кстати, если мне не изменяет память, опять-таки, в Японии тоже капитализм. Ну, и какой массовой миграции. А экономика? Ох, как развивается. А, кстати сказать, соотношение трудоспособного населения ко всему остальному населению в той же Японии гораздо хуже, чем в Российской Федерации. Ну, и что-то экономика от этого не помирает. Её уровень весьма и весьма серьёзный. Так вот, всё пытаются списать на этих самых жадных денежных мешков. Абсолютно не сомневаюсь в том, что жадность и капитализм от них никуда не денешься. В том, что капиталист мечтает получить больше прибыль. В этом тоже сомневаться не приходится. И спорить с этим глупо. Но есть одна заковыка. А где у нас используются в основном вот те самые мигранты, которых завозят? Ну, мы же сами знаем. Для этого не нужно даже поднимать статистику. Мы это видим, эти тучи иностранных рабочих. Где они? В основном. В строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве. ЖКХ. Правильно? Правильно. А теперь давайте-ка вспомним. А что? У нас есть строительные олигархи и тем более олигархи от ЖКХ, которые могут навязать стране вот такую невыгодную для государства миграционную политику. Которые могут определять курс развития государства. По-моему, в 90-е годы у нас в основном олигархи, те самые жадные денежные мешки, это были представители нефтегазового сектора. А там как-то с завозом из Средней Азии не так уж от этого зависели. Да, сейчас есть мощный и яркий представитель как бы строительного лобби наверху власти. Это вице-премьер Хуснуль. Совершенно верно. Но такая политика-то началась. Не прихуснули. Она началась в 90-е годы, когда рулили всевозможные Гусинские, Березовские, Абрамовичи и так далее. Они очень зависели их доходы от наплыва мигрантов. Было для них это критично? Нет. Берем дальше. Предположим, эти денежные мешки от ЖКХ и от строительства подкупили чиновников, подкупили ученых. Это же целая система, целая куча научных институтов, людей, написавших докторские, кандидатские, регулярно выступающих с публицистическими материалами, обосновывающие вот эту необходимость мигрантов, мигрантов, мигрантов. Они что, все были на содержании у хозяев ЖЭКа? Вот, если взять главных деятелей, одним из основных разработчиков миграционной политики России с 90-х годов был Эмиль Абрамович Паин. Кстати сказать, советник Ельцина по национальной политике. Его что, деятели от ЖКХ спонсировали? Еще один видный представитель миграционного вот этого лобби Владимир Изевич Мукамель. Он что, тоже на содержании был у жилищ на коммунальщиков? Или Анатолий Григорьевич Вишневский? Ну, чтобы не обвиняли во всяких там смертных грехах, его девичью фамилию не буду даже приводить. Он что, тоже был на содержании у ЖКХ, в управляющих компаниях и у строителей? Как-то я сильно сомневаюсь. Точнее, уверен, что не были. Вот в том, что эти господа были щедро финансируемы с Запада, в этом сомневаться не приходится. Нет, конечно, боже упаси, обвинять их в том, что они брали взятки и так далее, и так далее. Кто же подумает, что эти люди могли на такое покуситься? Нет, гранты, гонорары за публикацию статей на Западе, за лекции и прочее, прочее. Очень доходный способ. И, кстати, сказать, никто тогда этого не скрывал. Так было и так есть. Вот тот самый господин, который один из авторов доклада Валдайского клуба по поводу России, Африка, Дмитрий Политаев, директор Центра миграционных исследований нынешней, которым была раньше Жанна Занечковска из Академии наук. Так вот, этот господин, который и ратовал за привлечение сюда африканцев, оказывается, всего-то навсего только от фонда МакАртуров за свои исследования в области миграционной политики получил 585 тысяч долларов. Не, ну, конечно, не лично, на ту организацию, которую он возглавляет. И это только фонд МакАртуров. А на сайте этой организации там указываются и другие структуры, которые щедро всё это финансировали. Так что как-то следы строительного лобби и следы ЖКХшников в миграционной политике не особо прослеживаются. Следы Запада прослеживаются. Но можно ли списать только на Запад? А теперь давайте просто вспомним опять-таки 90-е годы. Что тогда было? А тогда было просто фантастический разгул русофобии в российском государстве. тогда в российских СМИ государственных слово русский иначе как в сочетании с русский фашист и русская мафия не употреблялась. А, ну ещё новые русские, что, в общем-то, от русской мафии недалеко уходило. Почему сформировавшись тогда элита была сплошь пронизана русофобией? Это другой вопрос. Может быть, сделаем отдельную на эту тему передачу. Но это опять-таки научно-медицинский факт. И вот именно эти люди тогда заряженные патологической ненавистью государствообразующему этносу и сформировали ту самую миграционную политику, которую сейчас начинают давать всполохи. Кстати, не только сейчас. Мы помним, что было и раньше. И эта политика проводилась все эти десятилетия неуклонно. То есть, давайте смотрим, экономические обоснования, которые они давали, ложь, демографические обоснования, которые они давали, ложь. А вот версия о русофобии, не знаю, по-моему, единственное логичное объяснение. желание заместить государство, образующий народ. Конечно, людей, которые патологически, как типа Новодворская и подобные, открыто говорили все, что они думают о русском народе, было меньшинство в элите и тогда. Но то, что они говорили, совпадало с интересом, жизненным интересом сильных мира России того времени. и как показывает миграционная политика не только того времени. Потому что все эти действительно крупные денежные мешки, которые определяли судьбу страны тогда, они прекрасно понимали, что народ в своем подавляющем большинстве не принял так называемую прихватизацию. И никакой элиты он их не считает, а считает в большинстве своем, за редким исключением. Я имею в виду не за редким исключением в народе, а народ. Та публика за редким исключением жулики, воры и бандиты. И это тоже факт. И они это хорошо знают. Нужен им такой народ, который так думает о них? Конечно же нет. А вот завозим миллионы и миллионы из Средней Азии, из Африки, из Юго-Восточной Азии, откуда угодно и получаем то, что нужно. Эти люди не смогут ни при каком раскладе заявлять о том, что у них что-то украли, созданное трудом их отцов, дедов и прадедов. Они к этому отношения не имеют. Вот где, по-моему, зарыта собака. И именно поэтому из-за интереса, жизненного интереса, значительной части правящего слоя, и проводилась вот такая миграционная политика, в чем жестко проводилась. Любое проявление недовольства ей каралось. Напомню, что тогда вовсю стала работать так называемая русская статья, точнее антирусская. любое заявление неосторожное слово о том, что проводится политика этнозамещения оборачивалась для русских людей тюремными сроками. Русский фашизм тогда видели на каждом углу, и все СМИ только и кричали о том, что о ужас, русский фашизм, русские нападают на представителей других народов, терроризированные, их. Было это? Было. В 2006 году партия «Единая Россия», между прочим, выступила тогда с инициативой создания антифашистского пакта. Вот так. Целый антифашистский пакт было предложено тогда заключить политическим силам, чтобы никакой ксенофобии, никакой мигрантофобии, слово против сказал «Значит, ты фашист, ксенофоб, мигрантофоб и соответствующие края не столь отдаленные». И мы помним, чем это тогда обернулось. Мы помним про Кондопогу, про западное Бирюлёво, мы помним Манежную площадь. Было это? Было. И вот сейчас похоже это всё попытаются снова раскрутить по полной программе. И судя по вот этому шествию, ту горючую смесь, которую создали проводники этой миграционной политики, Запад постарается поджечь и уже это делает, сказать, что не всё так плохо. Да, эту миграционную политику проводили в интересах внутренних и внешних врагов России. Никакого другого интереса реального нет. Ну, там, от того, что кто-то из строительного лобби нажился, это всё мелочи или ЖКХшники. И они заказывали музыку. Не способны были просто на это. Поборники такой политики, преисполнены русофобией и действительно мечтающие заместить государствообразующий этнос. Они никуда не делись, они есть. Думать, что они все убежали, перепуганные патриоты, это слишком большой оптимизм. Но они-то есть и они будут. но интерес правящего класса начинает меняться. И не от того, что там кто-то осознал, какие-то национальные чувства проснулись. Нет, просто-напросто правящему классу сейчас внутренняя дестабилизация абсолютно невыгодна. Вот то, о чём говорил Нарышкин. Они прекрасно понимают сейчас, что через мины, которые заложила миграционная политика, Запад может нанести очень серьёзный удар по России. А значит и по ним. Я имею в виду ту часть правящего класса, которая не отделяет свои интересы от России. Неважно, какие это интересы, корыстные или ещё какие-то. Такая часть есть, и она сейчас преобладает, эта часть. реальность. Иначе мы давным-давно капитулировали. И Западу не нужно было бы вести против нас гибридную войну. Вот это реальность. И в этой новой реальности продолжение самоубийственной для государства миграционной политики, я думаю, что будет невозможно. Я не говорю, что это завтра же изменится. Но деваться просто некуда. Подобно тому, как эта миграционная политика была выгодна правящему классу раньше, она становится невыгодна значительной части правящего класса сейчас. И вот именно это вселяет оптимизм. Потому что, как говорил товарищ Сталин, логика обстоятельств, она выше логики намерений. Может быть, намерения заместить у кого-то и остались и будут дальше ну просто-напросто сейчас сделать это себе во вред. Поэтому эта миграционная политика, надеюсь, доживает последние дни. Но чтобы это произошло, мы все должны ясно и четко отдавать себе отчет в том, что именно миграционная политика является миной подгосударств. И проблема не в том, что мигранты плохи, проблема в миграционной политике. А и учитывать еще одну вещь мы должны, что сейчас нас очень активно будут пытаться раскрутить именно на мигрантофобию, на ненависть к мигрантам, а не на ненависть к миграционной политике. И вот те, кто как раз ее проводил, и будут подливать здесь бензинщика с керосинщиком, потому что им это будет выгодно. Поэтому речь не антимигрантских должна идти настроениях, и не антимигрантских действиях, речь должна идти о противодействии миграционной политике, которая направлена на стравливание населения внутри России. Потому что в России мы прекрасно знаем, что есть немалое количество народов, коренных народов России, которые исповедуют ислам, подавляющее большинство мигрантов сейчас из исламских стран, мусульманских стран. И поэтому представить все дело как конфликт православных с мусульманами очень и очень выгодно. И это уже сейчас осуществляется. Да, и в конце еще деталь по поводу миграционной политики, что это в основе основ все же русофобия. Законы о гражданстве как у нас устроены? А у нас они устроены так, что иммиграционная политика проводится так, что получить гражданство выходцам из мусульманских стран гораздо легче, нежели получить это гражданство русским людям, которые оказались за рубежом. Вот существует законопроект, его автором является Константин Затуллин, о репатриации, касающемся не только русских, он касается всех коренных народов Российской Федерации и предусматривающий, что представители всех коренных народов России, но, естественно, большинство здесь русских, в первую очередь русских, имеют право получать гражданство в первоочередном плане, по самой облегченной схеме. И этот законопроект уже года два блокируется всеми правдами и неправдами. Нам же очень нужны рабочие руки, нам же нужно очень решать демографическую проблему вымирания, как говорят поборники миграционной политики, но при этом костьми ложатся, чтобы ни в коем случае не сделать так, чтобы русские люди легко и спокойно вернулись на свою историческую родину, потому что это же приведет не к замещению государствообразующего этноса, а к тому, что процент государствообразующего этноса в России станет еще больше. А я напомню, что русских в России процент больше, чем евреев в Израиле, где государство открытым текстом говорит о том, что их цель сохранить и обеспечить еврейский характер еврейского государства Израиля. И, кстати сказать, на этой Ниве добивается колоссальных успехов. Ну и на этом все. Я напомню нашим зрителям, что Ютуб Ютубом, но подписывайтесь на День ТВ в социальных сетях, на сайт День ТВ, а также подписывайтесь на телеграм-канал вашего покорного услуги. Все данные, по которым можно перейти и подписаться и на то, и на другое, и на третье, чуть ниже экрана. Спасибо за внимание. До свидания. Группа День ВКонтакте. Вы увидите то, чего нет в Ютубе.